Теперь слушай дальше. Так что же делать с шарфом Березовского? Тем не менее. Что же делать с шарфом Березовского? Подъем. Так, давайте теперь теория заговора. Ребята, теория заговора восторжествовала. Поехали. Значит, смотрите, полицейский, английский, ангельский, полицейский, ангельский, посмотрел тело Бориса Абрамовича и сказал, что причиной смерти стало удушение, но не асфиксия, поскольку в английском языке это разнится, а именно повешение, то есть удушение в повешении. Алло, здравствуйте. 7-8-80-7-0. Ну и что, что предполагать? 7-8-80-7-0. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей Максим. Я как раз работал в морге и смотрел на полоску. Я вспомню, да, да, прошу вас. И вот тут очень интересный момент. Во-первых, шарф. Дело в том, что если душить человека веревочкой, то вы ясно увидите направление. И эта вот стенгуляционная борозда обычно должна идти вверх, там, к шее, да? Да. Шарфом можно задушить хоть на полу, и вы просто не сможете установить, откуда шло усилие. О, усилие, правильно. Да, спасибо. И второй момент еще, Алло. Да, да, я слушаю вас. И второй момент. Закрыть ванну изнутри очень несложно. Ну, 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 зависит. Мы не знаем, как оно. Ну, я, я, я закрывал, это не проблема. Нет, подождите, но вы не знаете, как там в Градский Суррей замкнулась. Ну, я, я, я знаю, что Борис Абрамович математика, такие жизни не расстаются сами. Нелогично. Вы знаете, суицид я меньше всего предполагаю тоже. Да. Да, конечно. Борис Абрамович и суицид, это антонимы. Да, он, конечно, он умный мужик, ему не надо это делать. Борис Абрамович и суицид. Есть антонимы. Просто. То есть вы не верите на самом деле. Потому что я уже полностью погрузилась. Суицид я не верю никак. Ну, вот никак я не верю. Никак я не верю в суицид. Никак я не верю в суицид. Понимаешь? Это, это последнее, что может произойти с Борисом Абрамовичем. Никак я не верю в суицид. Понимаешь? Как бы он не был погашен и так далее, он, он как кошка, падал всегда на четыре лапы. Всегда падал на четыре лапы. В этом смысле, в этом смысле невозможно представить себе суицид Бориса Абрамовича. Ну так вот, шарф в ванной и удушение как причина смерти. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. По-моему, все-таки виноват и письмо, которое он написал. Виноват и письмо. Он мог написать письмо. Ну да, это как бы сухой крючок. Кому-то не понравилось. Или в Москве, или в Лондоне письмо. Можно поподробнее? Давайте расскажем слушателям. Значит, речь идет о том, что Песков, пресс-секретарь президента, сказал, будто Березовский пару месяцев назад через Жириновского, и это подтверждается, через Жириновского передал лично в руки Путину письмо, где раскаивался и переоценивал все свои усилия последнего десятилетия. И просил, милостиво просил, разрешить быть в России. То есть пасть на землю русскую и здесь целовать ее. Вот. Это письмо. Дальше вот развивайте теперь мысль. Пожалуйста. Ну, а дальше это в Москве могло кому-то не понравиться. Или кому-то в Лондоне не понравилось. Мало ли, что мог его решить приехать в Москву, чтобы он весь наговорил, чтобы он все раскрыл и так далее. В Лондоне, в Лондоне. Вот остановитесь на этом. В Лондоне могло не понравиться что? А что он мог знать в Англии? Он ничего не знал? Наверное, он не последний человек был в Лондоне. Нет, он не был включен в... Нет, я имею в виду наши круги, которые там... В наши круги был включен. Но он не был включен в английские официальные круги никак. Нет, нет, в английские круги. Это наши круги в Лондоне. Наши круги. Достаточно много. Наших там сотни тысяч. Наверное, две с половиной сотни тысяч тысяч. Наверное, я был не последним человеком там. Спасибо. Интересно. Интересно. Английские спецслужбы следили за Березовским. Английские спецслужбы внимательно следили за ним, чтобы знать все, что он делает. Его телефон слушали, насколько я понимаю, вот этот вот 257825, который он поменял недавно, два месяца назад. Вот этот телефон его личный, 257825, который заканчивался. Его слушали все. Русские, его слушали англичане, его слушали все. Понятно, да? Да. Значит, и надо сказать, что англичане еще один раз делали смешную вещь. Это один из охранников Березовского, именно англичанин, почему он работал потом с французами, только с французами, один из охранников, хотя нет, оставались англичане, оставались англичане. Один из охранников, англичанин, поехал заправлять его Майбах и заявил о том, что Майбах угнали. Сказал он об этом Березовскому, Майбах угнали на заправке. Я вышел, чтобы покупать воды, значит, ключ был в машине, Майбах угнали на заправке. Я предполагаю, что вы угнались. Потом его вернули. Через сутки Майбах был найден в соседнем переулке, через ровно одни сутки. Вечером угнали, значит, вечером следующего дня нашли Майбах. Понятно, да? С жучками уже, да? Березовский отправил этот Майбах в Германию на завод Мерседеса, который изготавливает Майбахи. Отправил его в Германию, где Майбах разобрали до последнего шурупа и вынули целую кучу жучков. Вынули целую кучу жучков. То есть его разобрали полностью до металла и собрали назад. Березовский заплатил за это, чтобы Майбах был разобран и собран снова. Значит, вытащили целую кучу жучков. И это была работа английских спецслужб, которые работали по Березовскому. Но предположить, что там еще есть некая русская мафия, работающая, обслуживающая русских олигархов, я не знаю. Я в это не знаю. Я не видел, не знаю, кого нанимают в Англии обычно для убийства. В континентальной Европе, если тебе нужно кого-то убить, ты даже если пойдешь к итальянцам, даже если пойдешь к итальянцам, скорее всего они наймут албанцев. То есть уже по этим делам албанцы работают. Албанцы типично. Я не знаю, насколько албанцы работают в Великобритании. Я не могу этого с точностью утверждать. Не знаю. В континентальной Европе, к кому бы ты ни обратился, конечный исполнитель, скорее всего, будет албанец. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир. Да, Владимир. Дополнение. Значит, удушиться шаром самому невозможно. Повеситься можно. То есть есть книга такая, драматическая и ругия. Можно вопрос, можно вопрос. Можно вопрос, секунду, вы будете с нами. Я просто хотел вам сказать, что когда я читал впервые Швейка, Гашика, там есть такое, он предлагает свой ремень, чтобы тот повесился, значит, там, какой-то отец семейства, напившийся и прочее. Значит, и он говорит, можно повеситься на коленях, находясь на коленях. Но шарф, как раз шарф, можно не вязать узлом, петлей, а можно просто намотать или нет? Или я что-то... Нет, намотать, то есть узел обязательно должен быть. То есть когда человек сам душится и теряет сознание, он просто потом приходит в себя. И так, если это так, есть драматическая медицина, там все описано. Там криминалисты, врачи проводили на собой эксперименты. Самому удушиться невозможно. Только повеситься. По поводу узла, по поводу узла никто не говорит ни слова. Говорят, был найден шарф. А именно, а именно, слова, которые пишет судебный эксперт там, там, вот этот полицейский. Ровно повешение, слово повешение. Да, правильно, повешение может быть. Но узла нет, значит, кто-то развязал узел. Конечно. Однозначно. А мог этот кто-то развязать узел, например, кто-то из семьи, чтобы репутационно спасти, что да нет, да нет, это невозможно? Конечно, мог, если не прошло определенное время. Да. То есть и все. То есть чтобы спасти, да. Да, спасти репутацию. Кто-то из семьи входит, видит шарф с узлом и говорит, черт, нам только этого не хватало. И развязывает узел. Шарф оставляет, бросает. Могло быть такое. А зачем бы не взять тогда просто шарф? Вопрос. Там же полотенце, это же ванная, там не обязательно шарф использовать. Можно было бы просто унести шарф. Ну да. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, у меня есть два комментария. Давайте. Первый по поводу истории с шарфом. Да, простите, вот нам пишут в 80-е, что албанцы, безотказные ребята, работают за большие деньги, очень качественно, убивают. Жил в Англии 10 лет, сталкивался с ними, абсолютно мерзкие люди. Они работают и в Англии тоже по убийствам, не только в континентальной Европе. Да, прошу вас продолжать. Так, по поводу шарфа, этот вариант не рабочий, потому что при удушении образуется так называемая строгуляционная борозда, которая, она видна даже не криминалистам, на самом деле. Но ведь шарфом можно как бы бинтовать. Да, но все равно останется повреждение мягких сканей. Ну вот его и увидели. Ну вот их и видно, поэтому и говорят повешение. Ровно поэтому судебный эксперт... Ну там, по-моему, нашли просто шарф, а не следы каких-то на нем. Нет, 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 давайте прочитаю вам с сайта полиции. Мы открываем сайт сейчас полиции лондонской. Если позволите, вы оставайтесь в линии, прокомментируйте нам. По-английски вот таким. The results of the post-mortem examination carried out by a home office pathologist have found the cause of death is consistent with hanging. Или как правильнее? Hanging. Hanging. Повешение. Повешение. Это вот официальное заявление полиции вчера, причем сегодня... Но дальше, дальше. The pathologist has found nothing to indicate a violent struggle. Ничего, посвидетельствующего о борьбе. Повешение есть? Да, следов борьбы нет. С следов борьбы нет. Ну, как сказать. Так вот, а вот второй мой комментарий, вообще вот мое мнение по поводу этой всей ситуации. Я вот в душе конспиролог. Да. Мне кажется, что он мог таким образом куда-то смыться. Прошу прощения за это слово. У меня были такие же мысли по поводу Хасана, но не знаю. Выложил, выложил труп и отвалил куда-то, отъехал. Ну, труп, я не уверен, что труп кто-то видел вообще. А-а-а. Ну, подождите, патолог же... А так же он с полицией договорился с патологой Анатолью? С полицией, нет. Ангельская полиция не будет играть в эту игру большую. Может быть, это кукла подделка? Ну, кто знает. Не думаю. Я не думаю, что ангельская полиция возьмется играть в такие вещи. Нет. В Англии не будет такое количество людей, способных на сговор. Такой нет, нет, нет. Если только выложил труп и куда-то отвалил. Очень мило. Кто удушился? Как звали актера, который бил? Бил. Убить Билла. Да, да, да. Сейчас я надеюсь. Убить Билла. Дэвид Кэрадайн. Убить Билла. Дэвид Кэрадайн. Был убит. Был убит. Сам себя убил. При задержанном дыхании. При задержанном дыхании в отеле в Таиланде. По-моему, в Бангкоке. Это игра такая. Игра, сексуальная игра. Сексуальная игра. Называется скарфинг. Скарфинг? Скарфинг? Да. Скарфинг от шарфа? Не знаю, от шарфа или нет. Скарф от шарфа? Наверное. То есть это попытка удушения. В какой-то момент при удушении наступает эрекция. И это могла быть игра? Он был одет, говорят. Кто? Борис Абрамович. Борис Абрамович был одет. Ну ладно, будем думать дальше. Хорошо. М-м-м. М-м. Продолжение следует...